В России снова громко. Ночью 3 февраля беспилотники атаковали сразу две области – Белгородскую и Волгоградскую. Как пишут российские телеграм-каналы, ПЛАЛ НПЗ «Лукойл» – Волгоград нефтепереработка. Это подтверждает и в МЧС области. По сообщению Волгоградской МЧС, нефтепродукты горели на площади 300 квадратных метров. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что причиной возгорания стали обломки сбитого дрона. Он утверждает, что пожар локализирован, открытое горение ликвидировано. Волгоградский нефтеперерабатывающий завод – один из крупнейших в России. Он производит бензин, дизельное, авиационное и топливо для кораблей. В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Телеграм, что системами противовоздушной обороны якобы был ликвидирован дрон самолетного типа в Новоскольском городском округе. В результате падения обломков в Хуторе-Подольхе в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль КамАЗ. Похоже, в войне России против Украины открылся новый фронт, из-за чего экспорт нефти из западных портов оказался под угрозой. Сохранение стабильности поставок сырья для Кремля имеет решающее значение, ведь РФ получает около 30% общих бюджетных поступлений от энергетической отрасли. Поэтому на российские НПЗ объявлена настоящая охота. Дроны прилетают по ним регулярно, а как сообщал Униан, несколько ранее СБУ провела спецоперацию на нефтяном терминале «Усть-Луга-Ойл» в Ленинградской области. 25 января нефтеперерабатывающий завод в российском городе Туапсе Краснодарского края атаковали именно беспилотники службы безопасности. Информацию подтвердили источники Униан. В ночь на 31 января на территории нефтеперерабатывающего завода «Невский мазут» в Санкт-Петербурге упал дрон. За этой операцией стоит главное управление разведки Минобороны.